Четыре жизни. Летом бездомных животных становится больше. Некоторые новорингойцы, уезжая в отпуск, просто выбрасывают некогда любимого питомца. Кошкам и собакам приходится искать новое место жительства в подъездах домов. Но и там они мешают. Жители дома 1-3 микрорайона Мирный обнаружили страшную находку. Бездыханные тела трех котят и одного щенка. Дарья Варшавская с подробностями. Теперь все дни одинаковые. Раньше были другие. Были ласковые руки хозяйки. Было кого встречать с работы. Было кого благодарить за теплоту. Теперь я здесь. Холодный бетон подъезда, замерзшие лапы, голод. Почему я стал не нужен? Жизнь на клочке в несколько метров. Сырый подвал и иногда миска с едой. Но я помешала здесь. Теперь я умер. В понедельник утром мертвого увидел щенка, который здесь лежал. Помимо этого в подвале у нас коты бездомные живут. Тоже жители нашего подъезда и я в том числе подкармливаем. И они в понедельник не выходили. Ну, как обычно они утром, вечером у них выбегают, чтобы покушать, когда люди заходят. А то они пропали куда-то. И вот вечером уже показал, что это подозрительно. Что-то спустился в подвал, а там обнаружил мертвых котят. Четвероногие не мешали жителям дома, но и никто не спешил их взять под опеку. Страшно подумать, что кто-то из жильцов этого радушного подъезда смог поступить так лицемерно и отнять жизнь у беззащитных. Юрий решил обратиться за помощью в полицию. На трупах кошек каких-либо механических повреждений, повлекших смерть данных кошек, нет. То есть вследствие этого можно сказать, что данные кошки были отравлены. Либо сами отравились, либо были отравлены жильцами, либо приходящими в данный подъезд. В настоящее время по данному факту собран материал и проводится работа. Сегодня сотрудники полиции заберут тела кошек на экспертизу. Если обнаружится, что животных отравили специально, это повод для возбуждения уголовного дела. В этом случае остается надеяться, что преступника найдут, и он ответит за четыре отобранные жизни. Жестокость людей не имеет границ, но, как ни странно, эти существа все еще продолжают нам верить. Кому они могли помешать? Дарья Варшавская, Феликс Рассихин, Служба новостей, Импульс.